Тут у меня пришла идея, почему бы не рассказать про предпринимателей, которые купили франшизу. Они там в Москве с помощью этой системы могут менять все. Первый год мы наколотили убытков, по-моему, на миллион, что ли. Сколько такая коробка стоит? Одна коробка, она стоит, ну, копеек пятьдесят. На самом деле все очень просто. Я смотрю на картинку, как плевать, и стараюсь сделать точно так же. Ну все, родная, давай. Она конвейерная, условно. На тот момент, честно, я думал, если бы я был собственник единственный, я бы себя, наверное, объявил о банкротке. Птицу желаете? Ребята, всем привет. В последних выпусках мы много рассказывали про предпринимателей, которые создали свои франшизы, начали продавать, вышли на рынок и двигают их. Но тут у меня пришла идея, почему бы не рассказать про предпринимателей, которые купили франшизу. Как у них сейчас обстоят дела, чем они довольны, с чем согласны или с чем не согласны. Это тоже будет для вас хороший такой опыт, если вы сейчас думаете о покупке франшизы. Посмотрите этот выпуск до конца. Мы расскажем все нюансы, которые будут вас ожидать на этапе входа в сеть, на моменте работы в сети. И вообще мы много узнаем сейчас интересного про одну из самых успешных сетей франчайзинговых в России, Dodo Pizza. Пошлите покушаем. Друзья, знакомьтесь, управляющий партнер Dodo Pizza Казани Роберт. Давай начнем с того, что ты просто покажешь нам вообще ресторан, сколько здесь квадратных метров. Каждый ресторан, чтобы у нас под упрощенное налогообложение, он должен быть до 150 квадратных метров. А, это такой нюанс, да? Это обязательно, да, он должен быть до 150 квадратных метров. Это тогда будет упрощенка. Тогда это будет упрощенка. А если больше, то это уже будет НДС. Здесь какая площадь? Площадь этого ресторана около 147 квадратных метров. Здравствуйте. А сколько посадочных мест здесь? Так, посадочных мест здесь более 60. В каждом зале установлен термометры, то есть с утра мой день начинается так, я получаю более 400 фотографий в WhatsApp. Почему? Чтобы я знал, что в каждой пиццерии, то есть пиццерия готова к работе. Вот даже мы сейчас разговариваем, а отчеты приходят. Приходит, то есть пицца каждые 30 минут. Раз в неделю у нас оценивают управляющие компании оттуда и составляют рейтинг сети. То есть если на истяжении 12 недель твой рейтинг ниже 75%, то управляющая компания имеет отобрать тебе право работать под брендом Додо Пицца и дальше, чувак, будешь развиваться сам. А были такие случаи? Уже были такие случаи, когда расторгали договор. Я с гордостью могу сказать, я тебе сейчас покажу. Четыре из пяти ресторанов в Казани входят в топ-3 по сети среди 490 пиццерий. Слушай, ты можешь. Спасибо. Сколько стоит франшиза Додо Пицца? Франшиза стоит сейчас 350 тысяч, у нее паушалка, но цена открытия от 15 миллионов. А роялти какое? Роялти около 5-6% в месяц. В натуральных деньгах выходит 500 тысяч? Около, да. 500 тысяч? Последний месяц мы отдавали около 500 тысяч. Каждой пиццерии платят? Нет, это сеть, можно сказать, наша. Все зависит от оборота, да. 3% от оборота взнос, маркетинговый бюджет. А тут есть какая-то возможность хитрить как-то, ну там, что-то? Тут, видите, как, возможно, схитрить нет. То есть, управляющая компания, она выставляет счет управляющей компанией, если ты не оплатишь, они тебе могут отключить эту систему. Нет, нет, 3% от оборота, ты можешь оборот им, как ты им декларируешь, либо они берут X-отчет, Z-отчет. Опять же, я говорил, ядро нашей системы, это Dodeis, они там в Москве с помощью этой системы могут менять все. То есть, они могут подключиться к нам в кассе, они могут посмотреть любую выручку в режиме, конечно, в режиме настоящего времени. Роберт, в двух словах начни, пожалуйста, рассказывай о себе. Сколько тебе лет, какое у тебя образование? Так, ну, меня зовут Хэтлин Роберт, мне 27 лет, родился я в городе Альмитинске. Образование у меня отучился, я закончил КАИ на программиста. Ты чего, айтишник? Я айтишник, да. Ты можешь рассказать, как ты оказался в общих путях? Мой друг работал бухгалтером у одного очень крутого предпринимателя, Вячеслава Миллера, на сегодняшний день он является главным директором генеральным в Альмитинске, и, то есть, он водеет сетью пиццерии в Казани тоже. Оказался у него, забыл про друзей, про семью и просто работал, да, очень много работал, погружался, читал, изучал. Я правильно понимаю, сначала ты был наемным сотрудником в компании? А после этого ты стал еще и партнером? Да, все верно. А ты можешь рассказать, как вот это вот все состоялось? Почему тебя из наемников перевели в статус партнеров? Ну, потому что были у меня всегда амбиции, я ставил для себя серьезные цели всегда и любыми путями старался их добиваться. С чего начинался вот этот вот проект? Как это вообще? Кому пришла идея в голову? Ну, вообще, Дуду Пицца – это международная сеть пиццерий. В данный момент их насчитывается 490 в мире. Они представлены в 12 странах и в России их более 450, что делает это Дуду Пиццу сетью номер один в России. Естественно, подкупила на покупку франшизы это Федор Овчинников, его блог. Идея открыть пиццерию – чья была? Твоего шефа бывшего или твоя? Идея открыть пиццерию была моего шефа, но когда он сказал, что надо ехать учиться в Сыктывкар, потому что это обязательное условие, это должен пойти путь мыть полы, заканчивая уже управлять пиццерией. Это обязательно. То есть я до последнего не верил, что в какую там я еду в попу мира, чтобы учиться делать пиццу. Я вроде бы студент в Казани был, да, я что-то только не пробовал, Казань избалована довольно-таки общепитым городом, какой Сыктывкар я поеду и что я, чему я там научусь мыть полы, блин, ну это вообще жесть. В итоге это закаляет на самом деле, я считаю, что это очень правильный подход. Сейчас сколько пиццерий? Сейчас в данный момент в Казани у нас 5 пиццерий и 1 пиццерия в Альмитиске. Вообще изначально самую первую пиццерию свою мы открыли в городе Альмитиске в 2014 году. Ты открывал ее? Открывал ее я. Сразу руководителем проекта поставили? То есть сразу руководителем проекта поставили меня, я просто жил в этой пиццерии, я забыл, что у меня есть семья, родители, друзья, я просто жил. Ну понятно. Да, я работал там больше 250-300 часов. Какая твоя была мотивация? Именно мотивация была это получить первый предпринимательский опыт. Я его получил в первый год, мы наколотили убытков, по-моему, на миллион что ли, и чуть не закрылись, честное слово. Роберт, молодец, честный парень. На тот момент, честно, я думал, если бы я был собственник единственной, я бы себя, наверное, объявил банкротом. Потому что такой подушки безопасности, вложив, инвестировав столько, потому что цена открытия у каждой пиццерии, это минимум 15 миллионов с рестораном, и еще миллион наколотить убытков, а людям надо платить и зарплаты, и все. То есть, если бы не было подушки безопасности, я бы, наверное, объявил себя банкротом. Самое главное, это еще, я думаю, иметь идею и верить в нее. Почему? Потому что, когда мы наколотили даже миллион убытков, мы все равно настолько верили в эту идею. То есть, мы верили, что все будет по-другому, и мы кардинально исправили ситуацию. То есть, что меня именно вдохновляет Додо Пицца, так это сильная корпоративная культура. Это просто как определенный Додо-вирус, который заражает. И, ну, многие говорят, да, самый, естественно, главный продукт наш, это не пицца, это люди, которые у нас работают, да. И многие спрашивают, где взять людей, хороших людей, да. Я бы открыл бы, но нет хороших людей. Хорошие люди, Руслана, вокруг тебя, на самом деле, находятся. Конечно. Самое главное, зарази их идеи, научи их правильно работать, и все, и ты с ними просто свернешь горы. Блин, круто, классный вывод. На самом деле, когда я уже тысячу раз говорил, когда, в том числе, и мне задают вопрос, где ты берешь вот этих вот уникальных ребят, которые работают в компании Автосеть. Я говорю, я их беру там же, где и вы, на Хэнхантере. Просто очень важно, сколько вы внимания уделяете им конкретно, как вы их развиваете, как вы их мотивируете, и насколько вы им доверяете. Можешь сказать об экономике ресторана? Я хочу коротко по цифрам услышать, сколько инвестиций требуется для открытия одной пицерии. Так, инвестиции требуется порядка 15-17 миллионов рублей. Это стрит-ритейл должен быть, да? Да, да. И окупаемость, соответственно, ты понимаешь, у него тоже идет от трех лет. От трех до? От трех до. Зависит уже от самого партнера. Зависит уже от самого партнера, насколько он идейный и креативный. Вот этот проект во сколько обошелся? Так, этот проект у нас обошелся порядка 15,5 миллионов. Он сейчас окупился? Да, через три года, шесть месяцев, как предусматривала наша бизнес-модель. Слушай, это очень круто. Эта точка у нас самая крупная. На ней работает только сотрудников кухни, получается. У нас около 22 человек. Такой же штат и курьеров. Это в одной пиццерии. Офигеть. Такой большой штат в одной пиццерии? Да, конечно. Выручка. Какая вот здесь ежедневная, можешь сказать? От 100 тысяч до 180. Это будни, получается, если взять промежуток с понедельника по четверг. И с пятницы по субботу она достигает до 300 и более. Пойдем покажешь кухню. Давайте. Так, у нас сейчас розыгрыш от Ильназа Набиулина. Это компания Чиу-Чиу. Он хочет подарить сертификат на годовую стрижку. Ну так, в теории, это от 12 до 24 стрижек бесплатно. Танюш, дай комментарий, что ты загрузила здесь. Мы открываем последний влог. Вот видим, у нас было 1899 просмотров. Оставлено 106 комментариев. 106? Да. Мы копируем эту ссылку. Оставляем программу Лизонер. Вот он тоже подгрузил просмотры и комментарии. И сейчас узнаем, кому же повезет. Угу. Ну что, готовы? Мистер Фан. Надеюсь, это буду я. Чио-Чио. Мистер Фан. Надежда умирает последней. А как говорится, все начинается с надежды. Друзья, мы в этот раз разыграли сертификат на годовую стрижку. Ее выиграл парень под никнеймом Мистер Фан. Я поздравляю вас. Приходите к нам в офис. Мы вам вручим, сфотографируем. И может быть даже снимем в нашем влоге. Расскажите, как вы вообще поживаете. Как же мне нравится разыгрывать, дорогие мои, среди вас подарочки. У меня прям душа радуется, когда кто-то из вас становится победителем. Ну что, переходим к нашему влогу. Смотрим дальше. И в конце запилим еще один розыгрыш, друзья. Не одев шапочку и халат, на кухню тебя не пустят. Серьезно? Серьезно. Ну что, предлагаю пройти в самое сердце нашей пиццерии. Как я говорил, мы гордимся всяким победам наших сотрудников. И здесь у нас такая небольшая стена гордости. То есть это сотрудники, которые проходят сертификаты. Мы сами учились, получали сертификаты качества. Так, это упаковка, да. То есть это заранее подготовленные материалы, чтобы пиццмейкер особо не тратил времени на сбор коробок. То есть он вытаскивал пиццу и сразу ложил ее на место. Вы их где заказываете? Или вам их поставляют? Это нам поставляет все федеральный поставщик. То есть это все приходит с Москвы. Самому? Самому не надо ничего думать. То есть логистика уже все продумана. Ингредиенты все ты берешь в одном месте. Локально есть вещи, которые ты закупаешь. И вот там уже можно маленько торговаться. Это я понимаю, что думать не надо. К вопросу, можно ли это купить самому в Казани, заказать у кого-то? Или нельзя? Нет. Сколько такая коробка стоит? Одна коробка, она стоит, ну, копеек 50. Очень дешево. 50 копеек. При тираже, которым изготавливаются они. Окей. Вот это вот что сейчас происходит? То есть, как я и рассказывал, да, у нас система, она подсказывает сама ребятам, как готовить. То есть, когда появляется на кухне заказ, идет звуковое помещение. То есть, то, что у нас появляется новая пицца, либо новая закуска. Всем подсказывает, какой заказ, что это, какой туда ложится соус. Скажи, вот это, что здесь написано? Кус, ассорти 35. То есть, это сейчас готовится пицца кусочками на витрину. Если за 2.30 минут она не приготовится, значит, у нас будет плохое время среднее. И это уйдет в систему? Это уйдет в систему сразу же. И об этом узнает Петр Овчинников? И об этом... и Федор, и Петр все об этом узнают. Далее, когда они приготовляют заказ, помещают, они помещают его уже на тепловую полку, где поддерживается температура теплая. И далее уже уходят либо на доставку, либо в зал. Смотри, могу сказать, что в пиццерии ты не найдешь ни одного непромаркированного ингредиента. То есть, это раскатка, это ингредиенты, это топпинги, из которых готовится пицца. В чем, смотри, здесь такое ноу-хау? То есть, в других пиццериях обычно берут на весы, взвешивают, и на это тратится время. Правильно? Пока ты взвесишь ингредиент, разложишь его. У нас же пицца готовится до 12 минут. Каким образом? Таким, что все вещи откалиброваны. Откалиброваны, и ты используешь только мерные стаканчики. То есть, топпинг просто набирает стаканчик. То есть, здесь уже на схеме все понятно и расписано. То есть, здесь идет французский соус. Как ты видишь, поливать его надо змейкой. Ветчины надо положить, всего 15 штучек. То есть, цыпленок, 3 четвертых стакана маленького прозрачного. Сыра, один зеленый стакан. Офигеть. Огурцы, 3 четвертых маленького стакана. Офигеть. Да, и смесь оливье тоже 3 четвертых стакана. Все, она, отправляешь ее печь, и после печи режь, вот как здесь показано. Пицца приходит, она залетает у нас сначала на экран раскатки. Пиццмейкер берет тесто. Тесто у нас дрожжевое, мы его не замораживаем. Везде, как ты видишь, есть на каждом лотке есть маркировочки. А его в смысле готовят где? Здесь готовят? Его готовят у нас, да, в распределительном центре. И уже разводится он по пиццеринам. Кстати, мы что с мужем сделать для наших подписчиков? Что разыграем, да, что-нибудь разыграем? Слушай, я думаю, давай разыграем 5 больших пицц среди просмотров твоего канала, подписчиков твоего канала. Что они должны сделать? Я думаю, они должны быть подписаны на твой канал и ставить хэштеги «люблю Додо пиццу». Круто, ребята, если хотите оказаться в этой пиццерии и, может быть, даже познакомиться лично с Робертом, может быть, вы хотите здесь работать, пишите в комментариях «я люблю Додо пиццу», ставьте обязательный хэштег и погнали, пусть победит самый удачливый. Сильнейший. Когда у нас приходит новая пицца либо закуска, происходит звуковое оповещение, оно попадает на экран раскатки. То есть, прежде чем повар достал, это везде айпады используются. То есть, ну, это, знаете, своеобразно такая пиццерия «Умный дом». То есть, она подсказывает, какой продукт надо готовить, что в нем есть и за сколько его надо приготовить. Если мы успеваем вовремя, она нас хвалит, молодцы, так держать. Если мы не успеваем, она говорит, ребята, очень все плохо, поторопитесь. И что, действительно, технология настолько простая, что пиццу даже я смогу приготовить? Конечно, сможешь. Давай попробуем. Давай. Начнем с того, что мы пойдем мыть руки. В чем особенность наших пиццерий, что любой человек, который заказал пиццу, он может в режиме настоящего времени смотреть из дома, как ее готовят. На наших кухнях вот установлены, снимите, пожалуйста, установлены онлайн-камеры, которые транслируют все это в интернет. То есть, если здесь пиццмейкер что-нибудь почесал, да, извиняюсь за выражение, если что-нибудь почесал, он может сразу же мгновенно написать обратную связь, которая придет мне. И мы это жестко контролируем. Давай будем готовить пиццу сырный цыпленок. То есть, там есть цыпленок и томаты. Погнали! Это пицца 25 сантиметров, размеры самые маленькие. В первую очередь берем докер. То есть, вот для чего делают вот эти вот дырочки? Чтобы после печки наше тесто не опухло. Отделяем бортики. Теперь легкими движениями, маленечко, да, начинай ее крутить и раскатывать, да, растягивать. Теперь берете лукер и еще раз надо. Надо еще раз пройти и сильнее нажимать. Вы за какое время научились делать пиццу? Я за полтора месяца уже стал пиццемейком. То есть, это крутой парень, да? Это крутой парень. Он еще очень классно играет в футбол. Мы еженедельно стараемся играть с сотрудниками футбола. Мы с ним всегда играем в одной команде. Это лучший бомбардир мой. Так, что мы делаем? Давайте. Мы берем сырный соус, верно? Где у нас сырный соус? На самом деле все очень просто. Я смотрю на картинку, как плевать. И стараюсь делать точно так же. Что делаем дальше? Берете стаканчик прозрачный. Для 25-ки одна порция, это полстакана. Дальше идет сыр. То есть, смотри, наверху указано, вот видишь, сыр. И написано то, что в 25-ку, который пиццу делаешь желтый, значит делаешь желтый. Вот так достаточно? Тоже на ладонь? Или со стаканчика? Со стаканчика можно, с ладонью. Роберт, а кто это все нарезает? Вот эти вот заготовки все. Все это делают ребята в начале смены. То есть, они приходят. Есть определенный лист планирования. Во сколько начинается смена? Менеджер приходит пол седьмого, получается, утра. То есть, он включает печи, вытяжку, вентиляцию и выносит тесто на разогреве и начинает подготовительную работу. Ребята уже, пиццмейкеры, приходят обязательно за полчаса до смены. То есть, они считают, что осталось с прошлого дня. На каждом ингредиенте, да, видишь, написан срок годности и время, когда его списывать. У нас заведены будильники на планшетах, и они должны списывать это по времени. Если я нахожу в пиццерии просрочку, я наказываю всю смену очень жестко довольно-таки. Дальше что делаем? Дальше мы ее отправляем в сердце и ставим вниз. Четыре минуты, и пицца будет готова. Ну все, родная, давай. Она конвейерная, посланная. Самое дорогое в наших пиццериях это печки. Вот, печи. То есть, печи мы используем итальянские, американские. Здесь представлены печи итальянские за ноли. Газовые печи, то есть, мы считаем, что пицца готовится на огне, и она еще вкуснее. Посмотри, где стоят электрические печи, там за электроэнергией уходит порядка 150-170 тысяч в месяц. Ну что, снимаем, все? Да, то есть, тебе надо будет вот эту лопатку взять. Берем. Ты рыбак? Нет. Подсекаем и вытаскиваем. Ууу, ребята! Ложим ее сюда. Ложим ее сюда. Потом, смотри, тебе надо ее отделить от экрана. Руками, конечно, трогать нельзя. То есть, все стерильно должно быть. И закидываешь сюда. Далее берем экран. Давай уж когда. И закидываем сюда остывать. Пиццу желаете? Ну что, ребят, всем спасибо! Спасибо большое. Да, всем спасибо. До свидания. Скажи, пожалуйста, какая себестоимость пиццы? Себестоимость маленькой пиццы, которую мы сейчас приготовили, 150 рублей. Ее розничный цен 30-70. Ну что, попробуем, что получилось. Я думаю, что будет с лучшей бассейной. Потому что эту пиццу делал на самом деле не я, а вся пиццерия Долупиццы. Мне нравится. Хотя понимаю, что вид, наверное, не самый лучший. Но, тем не менее. Что бы ты порекомендовал молодым ребятам, которые хотят стать частью какой-то франчайзинговой сети? Путин, как принимать решение? Посмотреть не только план, который представляет. Пообщаться с партнерами реальными. Съездить обязательно в город другой, где представлено уже это. Посмотреть все своими глазами. Получить рекомендации. Получить рекомендации обязательно. Желаю бы, наверное, не бояться ошибаться, да? А бояться не делать выводы из этих ошибок. Это очень важно. Потому что, ну, на сегодняшний день бизнес, он как бы должен быть таким системным. И, соответственно, чтобы он был системным, надо всегда из своих ошибок делать выводы. Ну, ты вообще фокапил, нет? Да, конечно. Косячил? То есть, бывало, что у меня не сходились кассы, да? Там очень сильно. Там к расходникам я там чеки не прикреплял и так далее. То есть, там были недосдачи большие по кассе. Брал не тех людей на работу. Они меня подводили очень сильно. Ошибался. Но самое главное, не сдавался никогда. Не опускал руки. Хотя были такие моменты, когда уже все терял мотивацию, перегорал. Все, уже больше не мог. Думал, все, это, короче, последний мой день на работе. Но как-то всегда находил в себе силы, чтобы двигаться вперед, задавался целями. То есть, пытался сам себя мотивировать. Семья меня мотивировала. Кто-то из молодых предпринимателей сейчас заходит в франчайзеровую сеть Додо Пицца, неважно, либо любую другую, у него есть какие-то ожидания. Что не состоится? Я вот не могу поделиться, понимаешь? Я никогда не покупал. Не состоится то, что ты думаешь, что ты вложил такую бешеную сумму денег в бизнес, да? И просто смотришь, как она потихонечку окупается. Если ты не будешь прилагать к этому максимальные усилия, просто, титанически, никаких денег ты не заработаешь и, возможно, обанкрутишься. Это первое. Второе. Тот план, который они, допустим, предоставляют, да, по окупаемости. Опять же, если ты не будешь работать сам в бизнесе, непосредственно не будешь участвовать там во всех аспектах, то не факт, что ты окупишься. То есть, если ты хочешь каких-то результатов достичь, то ты должен обязательно очень много работать. Слушай, Роберт, я хочу пожелать тебе удачи. Спасибо тебе большое, что все показал, рассказал. У вас действительно крутая пиццерия, и я рекомендую, ребята. Ну, это просто вот от чистого сердца. Я точно разбираюсь в бизнесе, я понимаю, где что, как работает. Я могу вам точно сказать, что здесь работает бизнес. Давай, держите успехов. Спасибо. Друзья, если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк. Не понравился – дизлайк, и напишите, почему и что не понравилось. Вообще, оставляйте свои комментарии. У нас, не забывайте, будет розыгрыш пяти больших пицц от Роберта, от Додо Пиццы. И встретимся ровно через одну неделю, в следующий вторник. У меня на канале Руслан Булнасыров. Пока. О, красавчик. Субтитры сделал DimaTorzok